Подпишись на канал, жмякни колокол и лайк не забудь поставить. Давай-давай! Всем привет, друзья! Финал всемирной боксерской суперсерии Юниор Дортика с Майерас Бредис официально перенесен в связи с эпидемией коронавируса, эпицентром которого сейчас является Европа. Бой по-прежнему состоится в Риге, но теперь это случится 16 мая. Вот и комментарии боксеров. В этой подготовке мы проделали отличную работу. Такое случается, и теперь мы адаптируемся к ситуации и продолжаем тренироваться. С нетерпением жду шанса выступить перед своими фанатами, когда это будет безопасно. Люди, берегите себя. Хотя я был в отличной форме и с нетерпением ждал прибытия в Латвию, сейчас это неразумно, так что придется подождать до мая. Хочу поблагодарить фанатов за терпение и призываю всех в эти сложные времена принять необходимые меры и быть осторожными. Также команда Сауле Альвареса всерьез обеспокоена ситуацией с эпидемией коронавируса в США. Это ставит под угрозу бой Канело 2 мая с Билли Джо Сондерсом. Если ситуация не нормализуется, этот бой может быть либо отменен, либо перенесен на более поздний срок. Очевидно, это обернется большими финансовыми потерями для Канело и Голден Бой. Если пандемия коронавируса в США усилится в течение нескольких недель, то это существенно повлияет на продажу билетов на уикенд сенька де Майя в Лас-Вегасе, пока стороны не рассматривают возможность проведения этого боя без зрителей. Эдди Хирн подтвердил информацию по поводу того, что анонс поединка Сондерса против Канело пришлось отложить. Мы планировали объявить бой на этой неделе, но я думаю, что мы сделаем анонс уже на следующий. Если смотреть на ситуацию с точки зрения компании Голден Бой, то у них на нынешней неделе сорвались два вечера бокса. Я считаю, что всем нужно собраться и разработать совместную стратегию. Бой Сондерса с Канело – завершенная сделка. Все условия согласованы. Будет ли поединок отложен до конца мая или начала июня – возможно, но это будет решать Голден Бой. На данный момент Билли Джо тренируется в США. На следующей неделе состоится пресс-конференция. Мы посмотрим, что произойдет через несколько дней. Я не буду давать никаких комментариев насчет переноса боя Канело Сондерс на лето. Этот вопрос даже не обсуждался. Чем больше времени остается до событий, тем более высоки шансы на то, что они состоятся. До 2 мая по-прежнему остается 7 недель. Хочется думать об очень высоких шансах провести поединок в этот день. Конечно, безопасность на первом месте. Для меня вариант поединка без фанов – не вариант. Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль поделился инсайдем о следующем поединке Геннадия Головкина, который все-таки должен быть с поляком Камилом Шереметой. Расписание бокса из-за коронавируса изменчиво. Но пока бой намечен на 6 июня на арене форума в Инглуде, штат Калифорния, было вероятно, что этот поединок состоится на родине Головкина – в Казахстане. Однако сейчас это не обсуждается. Майки Гарсия дал прогноз на чемпионский бой Василия Ломаченко – Теофима Лопес, который пройдет 30 мая в Нью-Йорке. Считаю, что для Ломаченко это самый сложный бой со времен Хорхе Ленареса. Ленарес был отличным боксером, но перед Василием его уже трижды побеждали досрочно. Теофима же молод, силен, быстр, в то время как Лома в легком весе не так хорош, как в более низких категориях. Шансы Лопеса выше, чем многие думают. Впрочем, я все равно склоняюсь к победе Ломаченко решением судей. Но если Теофима его потрясет или остановит, не удивлюсь, Лопес сейчас на пике. 30-летний экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдрон Бронер в пятницу был арестован в Майами Бич за вождение автомобиля в состоянии опьянения и был выпущен под злог «Утром воскресенья». А на этом выпуск подошел к концу. Не забывайте делиться в комментариях своими мыслями, а также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Все, всем удачного дня и увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok